Время войны Время войны Время войны Я захотел поближе прикоснуться к истории Отечества и рассказать о своих родных, которые в годы войны сражались за Родину, были свидетелями того непрестого времени, которое пришлось пережить. В моей семье ценят память о предках, и я и мои сестры знаем свою родословную до шестого колена. Я хочу поведать вам историю о своем прадедушке Соколовиче Андрея Павловича и прабабушке Соколович Анне Сергеевне. В нашей семье есть ее, о чем гордиться, и мы выражаем глубокую благодарность моим предкам, участникам Великой Отечественной войны, за их подвиги и за то, что они дали нам возможность жить под мирным небом. Мой прадед родился 1 июля 1914 года в деревне Бакшты Иевского района. С 1939 года работал лесником. В 1941 году женился Надикович Анне Сергеевне. Жили сначала в лесничевке, которая находилась в лесу между деревнями Бакшты и Крупли. Потом построили себе дом в деревне Бакшты. Во время войны Андрей Павлович был связным двух партизанских отрядов имени Ворошилова и имени Кирова. За связь с партизанами был арестован немцами и находился в концлагере в городе Лида. Прадедушка вспоминал, однажды у всех пленных вывели на площадь. Построили. Немцы поставили перед узняками. А кровавленного командира Лазарева спросили, сколько немцев ты убил? Лазарев смело ответил, ни одного не пропустил, что на мошку попадали. А сколько полицаев ты уничтожил? Мы не думали, что у нас будут полицаи. Мы на них пули не изготавливали. Мы их в петли вешали, ответил командир Красной Армии. Его сильно избили и поволокли с площади. Больше его никто не видел. К счастью, прадед остался жив и смог вернуться домой. Прабабушка Анна и прадед Андрей жили на окраине деревни Бакши, возле леса. Партизанские отрады располагались в лесах, за деревней Поташи. На боевые задания ходили пешком, выходили затемно. И, возвращаясь вечером на партизанскую базу, заходили в дом. К прабабушке и прадедушке разведывали обстановку. Прабабушка их кормила тем, что имела. Партизанты отдыхали какой-то час, грелись, на кровать не ложились. Спали почти стоя, опирались на примурок печи, клали на него руки, на руки голову и так дремали. А в это время прабабушка, взяв дедову винтовку, стояла на подворье и охраняла партизан. Когда у прабабушки ее дети спросили после войны, что бы она делала, если бы пришли немцы, ответила, что сначала предупредила бы партизан, а потом было бы так, как было бы. И таких эпизодов было много. Наша деревня три года была под немецкой оккупацией. Вместе с немцами угнетали людей полицаи. Мои прадед и прабабушка по приказу немцев ездили в обоз. Однажды к ним пришел полицай и сказал по секрету, что если прадед и прабабушка хотят остаться в живых, нужно ехать в обоз. С обоза вы вернетесь, а тут неизвестно, что будет. Лошадей люди отдадут. Так и было. Сосед дал коня. Знал, что лошадь в пределе, и никто ее не заберет. Сборы были недолгие. Одежда, что на тебе, выкопали яму на крутку. Положили в нее сувой полотна, две дедушки, биджаки зимние. Открыли сарай, выпустили на свободу корову, свинью и поехали. Долго их не было. Когда вернулись, дом стоял. Яма была отрыта. Забрали все. Не было главного. Сувой полотна были спрятаны две справки. Партизанского командования. Что Андрей партизанский связной. Если справки попадут в руки фашистов, смерть. Начали потихоньку расспрашивать. И люди сказали, что видели на одном человеке рубашку и собаки прадеда. Это был сосед. Все знали, он нечист, на руку и как человек гниловатый. Собралась прабабушка Анна и пошла к соседу. Если моего мужа расстреляют, не думайте, что будете жить спокойно. Но и братья отопсят за его. Сосед испугался. Отдал сувой полотна и справки. В 1944 году прадед был мобилизирован в советскую армию. Служил сапером. Имеет награды. Медаль за отвагу. Медаль за взятие Кенигсберга. Медаль за победу над Германией. Множество юбилейных медалей. После окончания войны до пенсии работал лесником и объездником в лесничестве. В 1962 году присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Вот такие были мои прадед Андрей и прабабушка Анна. Красные крестьяне и в то же время совершали героические поступки. Любили родину и жизнь. Я не раз думал, что такое героизм. После рассказа бабушки Нины о моих прабабушке и прадедушке, понял, что героизм может проявляться на каждом шагу. Особенно это было в годы войны. Я горжусь, что великую победу нашего народа над фашистской Германией несли в своих плаг и мои предки. Судьба моих предков была не простой. Их судьба – это часть истории нашей земли, которую они любили и о которой заботились. Им приходилось преодолевать на своем пути трудности. Но все они горючо любили свою родину, своих земляков и ненавидели врага. Я считаю, что такими предками, как Соколович Андрей Павлович и Соколович Анна Севпивна, можно гордиться. А значит, память о них необходимо хранить для будущих поколений. Продолжение следует...